Всем привет! Получили посылку с ручным плиткорезом из Белоруссии. А с ним прислали сюрприз в подарок, за что им большое спасибо. Вот эта вещь, видишь, силиконовая. Ну, это мощно. Охренеть, да? Я, собственно, смотрел ролик по вот таким вещам. Ну, это получается, что вот они там еще показывали наколейниками сюда, а этот чип, там можно... Вот мне вот этот вариант больше дарить. Далее у нас идет линейка, длина которого составляет 1 метр. А вот и наш плиткорез. Это идет, смотри, идет ручка, он как ручка и как ролики идут, да, наверное? А, ну, плюс. Чтоб его катать можно было, правильно? Он же вес имеет. Сейчас его надо собрать. Смотри, два ролика в запасе. Там ролики подходят, что. Ну, ролики на полшипниках. Офигеть. Вольфрамовые. Скоро плюс. Данный плиткорез пришел к нам с Белоруссии. Из серии DLT Extra Line. Завод Sheeding. В данном видео мы постараемся сделать полный обзор. Это для запасных роликов, я так понимаю, да? Все. Итак, попробуем установить линейку. Здесь у нас вот такие вот интересные зажимы, что очень удобно. Точный угол, где у нас это градус. Да, это выставляется. Угол. Вот так. И фиксируется все. Быстро. Далее снимем размер направляющей рейки. Ширина 14 мм. Высота 44 мм. И длина 114 см. Кому интересна цена данного инструмента, переходите по ссылке на их сайт. Доставка по России бесплатна. А также у них есть свой YouTube канал. Ссылка под описанием видео. Прикрутили ручки. Ширина плиткореза составляет 30 см. А с опорными элементами 77 см. В данном плиткорезе имеется два захвата. Для маленькой плитки и большой, что очень удобно. Перед работой плиткорезом отрегулируем каретку. Попробуем снять направляющую рейку. А теперь поменяем победитовый подшипниковый ролик на вольфрамовый. Вот этот победитовый. А это вольфрамовый. Для фиксации каретки, имеется отверстие на направляющей рейке. Регулируем площадку на 1 мм выше ребра жесткости. Регулировка площадки обязательно. Иначе у вас не получится нормально отрезать плитку. Внутреннее ребро жесткости составляет 25 на 25 мм. Наружнее тоже 25 мм. Длина плиткореза 114 см. Имеются резиновые ножки. Итак, используем наколенники для удобства. И приступим к тестированию. Для сравнения возьмем сигму. Такого же размера, на 900. Четко. Покажите ее. Как всегда, первый блин комом. Здесь что-то всего неправильно пошло. Еще раз попробую эту. Попробую. Не так сильно давить попробую. Здесь уже не идет, да? А этот тоже не стоит. Нет, нет. Немного тренировки и уже все получается. На скорости явно. Немного тренировки. Немного тренировки. Немного тренировки. По скорости это... Так, давай. Это пушка. Это отходим. Опять же, мне надо его отодвинуть. Вот так вот. И на большой, да, сделать лучше всего. Теперь я его отодвинул вот так вот. Должен. Подогроматная. Турмаль сломалась. Просто надо не сильно давить. Скорее всего, да? Не, ну опять же, если будет залезать, она не поломается там. Ух ты. Ну вот сейчас, сейчас, видишь, все четко. Диагональ не отодвигается. Сейчас, секундочку. Вот это, поверь, здесь нам было, да? 4. Ну, 4,1. 4,1. В принципе, нормально. Не, буря, куда? Еще одна. Посмотрю сейчас. 6, почти что. И здесь то же самое. В принципе, все нормально. Мы ничего не делаем. Давай, сейчас колесо порезаем. Резем. Да ладно. Напополам. Нет, не уделали, конечно. Ну, один. Сколько здесь? 1,3. Да этот прям плавно. То есть, вот этот. Вот это. Не, он не сможет. На маленьке у меня стоит. Снимай, снимай. Все, сломай. И так, на тесте для сравнения был плиткорез сигма. И я думаю, что наш плиткорез ничуть не хуже. При правильной настройке данного плиткореза, он будет выполнять все те же самые функции, что и сигма. Цена вопроса. А сколько он послужит времени, это вопрос. Кому информация была полезна, ставим палец вверх и подписываемся на канал. Впереди нас ждет много интересного. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok